Здравствуйте, дорогие друзья! Я Руслан Мегранов, историк моды, куратор музея моды в Москве. И сегодня я хочу рассказать вам о двух замечательных платьях, которые находятся в фондах музея моды из далеких 50-х годов в стиле New Look. Слева представлено замечательное коктейльное платье для коктейльной вечеринки. Этот фасон был впервые предложен Кристиан Диором в 1947 году. Но к нам в СССР стиль New Look придет только во второй половине 50-х годов. Во многом благодаря фильму «Карнавальная ночь» и Людмиле Гурченко, где она замечательно сыграет и представит этот фасон. Что же такое New Look? New Look – это тот стиль, который строится на контрасте. Для того, чтобы подчеркнуть тонкость стали, создается объем на бедрах, предлагаются большие круглые шляпки, либо создается прическа, либо добавляется объем в виде какой-то накидки. При этом Кристиан Диор считал, что колени никогда не должны быть открытыми, что юбка или платье должны быть всегда ниже колен, они должны закрываться. Он говорил, что женщины с открытыми коленями – это просто-просто очень-очень некрасиво, так же, в принципе, как и у Луко Шанель. В этом они были схожи. И этот послевоенный стиль очень полюбился женщинам. Ведь это была романтика. В этом стиле есть романтика, элегантность, изысканность. Это то, почему стысковались женщины в послевоенное время. Это было дорого. Это было, с другой стороны, не очень удобно, потому что с такими платьями, как правило, сочетали корсет на китовом усе, чтобы максимально утянуться. Кристиан и Диора часто спрашивали, где мы будем делать талию. И тогда он стал предлагать талию немного завышенной, тем самым вы скрывали то, что вы не хотели показать на бедрах. Это капровановое платье. Здесь вы можете увидеть замечательный бантик. Вот такие вот бантики Кристиан Диор называл фонтанжами. Он специально их создавал на платьях, создавая определенные акценты. Именно Кристиан Диор стал одним из первых раздавать лицензии на свои платья, на свои наряды. И тем самым он во многом подорвал производство от кутюр, раздавая лицензии и создавая более дешевые копии. Здесь вы можете увидеть замечательный шарф, тоже из капрована, и замечательную соломенную шляпку, которую мы можем назвать салатница. Эти салатницы, они во многом вошли в моду в послевоенное время, благодаря испытаниям ядерной бомбы американцами. Потому что они как бы напоминали гриб. И как раз очень соответствуют первой коллекции Кристиана Диора, которую журналисты прозвали «бомба Диора». Именно Кристиан Диор ввел в моду такое понятие, как «тон в том», когда перчатки должны соответствовать сумочке. Здесь вы можете увидеть замечательные капроновые перчаточки для лета, и сумочку из искусственной кожи в стиле 50-х, потому что женщина просто немыслима без сумочки в то время. А также без шляпки. Диор говорит, что женщина без шляпки, все равно, что Эйфелева башня без наконечника. А справа мы видим летнее платье, тоже в стиле нью-лук. В черно-белой гамме, кстати, Шанель говорила, белым есть все, в черном тоже. Их союз идеален. И она тоже, как правило, ниже колена. Вообще, в 50-е годы, знаете, было распространено такое мнение, что если бы Золушка случайно проснулась бы в 50-е, она бы нисколько не разочаровалась, потому что это была последняя эпоха вот такой сказки, когда были очень красивые автомобили. Ведь таким платьем соответствовали красивые автомобили, красивая рок-н-ролльная музыка. И это была последняя эпоха, когда были живые шляпки. Потому что в 50-е они будут постепенно сходить на нет, потому что крыши автомобилей будут опускаться. Здесь, в сочетании вот с этим летним платьем, мы видим вот такой вот замечательный жакет Болеро из Альна с рукавом 3 четверти. И вы знаете, и Баленсиаго, и Кристиан Диор, они предлагали укороченные рукава. Почему? Потому что с такими рукавами, как правило, необходимы были перчатки. Это был, с одной стороны, маркетинговый ход, с другой стороны, это было очень красиво. Вообще, этот стиль, можно сказать, просуществовал с 47-го по... вплоть до 60-го года. Но в СССР он захватил самое начало еще 60-х, потому что у нас он пришел гораздо позже. И были очень-очень красивые шляпки. Я хочу вам показать очень интересную шляпку, которая сделана из соломки. Спереди мы можем увидеть небольшую вуальку из... кружевную, сделанную из машинного кружева. И также здесь бантик из искусственной кожи. И вы знаете, она очень напоминает безумные шляпки знаменитой соперницы Coco Chanel Эльзис Киапарелли. Она придумывала такие шляпки в 30-е годы, которые принимали форму головы. И вот эти вот выступы, они как раз очень напоминают эту безумную шляпку... Вот эта вот зернистость напоминает безумную шляпку от Эльзис Киапарелли. И в эти годы женщины, как правило, носили очень много косметики. Но это будет уже другая история. Спасибо за внимание. Спасибо.